Итак, Марка, 3 глава. В конце размышления дадим название нашей темы сегодняшней. Хорошо? Вместе. Дорогой Господь, даруй нам дух премудрости и откровения, разуметь, Господи, Писание, и дай силы, Господь, сохранить это и исполнить. Во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пришел опять в синагогу, там был человек. То есть Иисус. И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. Итак, мы видим, что среди народа Божьего был человек, у которого был порок на теле, да? Иссохшая рука. И это считалось серьезным в глазах фарисеев и книжников. То есть они понимали, что это порочный. И порочный с пороком, значит, помните, нельзя было приносить жертву. Так? И с пороком не должны были служить Богу по закону. А закон был церемониальный. Церемониальный закон в Ветхом Завете написан, который нам показывал о Христе. То есть в жертву животных приносили. Проливали кровь. Проливалась кровь невинная за грехи человека. То есть человек, который согрешил, приносил животное в жертву, возлагал на него руку, да? По вере, да? Присутствие священника. Ложил на голову руку, исповедовал грехи, и это животное, ну, его грехи были возложены на это животное. И потом животному он же, этот же человек, его убивал, этот же человек. А священник собирал кровь эту и вносил ее, в общем, вносил в освятилище эту кровь. Смотрите, в крови душа. То есть что получается? Тело грешное, ну, прообраз, что грехи возложились, да? На это животное, да? Написано, за грех смерть. Итак, умирало животное, тело, да? А душа в крови. Душа этого животного вносилась в освятилище, так? Поэтому, помните, в откровении написано, и под жертвенником кровь убиенных вопияла, да? То есть это души. Это в крови душа. Почему им говорится, что нельзя пить кровь и не есть крови и удавлены? Потому что в удавлене внутри кровь. И вот этот закон, он нам о чем говорил? Что придет время, полнота времени, когда придет Христос и станет вот этим агнцем, на которого все грехи мира будут возложены. И он прольет свою кровь невинную, святую. Поэтому вот эти законы, по законам, нельзя было приносить в жертву животное с пороком. Без уха там, без глаза, без руки, без ноги, без лап, короче. Вот, там описано, в общем, любой порок нельзя было такое животное приносить, худое вообще животное нельзя было приносить в жертву. В жертву приносилось самое лучшее. Потому что что отображает нам животное? Иисуса Христа, прообраз. А он был непорочный, агнец, без порока, то есть без греха. Это все символизировало нам Иисуса Христа. Поэтому с пороком нельзя было в жертву приносить животное. И также в законе, там же, Моисеевом, да, то есть это закон, который церемониальный, то есть служение священников, да, служение вот этого вот храма, храмовое служение, служение святилища, вот какое делали священники, они были с коленолевия, так, то есть сыны Ааронова были первосвященниками, да, и коленолевия священниками. И если кто-то был с пороком, ну, родился, например, или потом какое-то увечие получил, такой не мог служить во святилище. Он не мог быть священником. Потому что, опять же, священник, первосвященник – это прообраз Иисуса Христа. Вообще все святилище – это Христос, ну, образ Христа. Потом мы будем изучать, дай Бог, там все о нем. И поэтому, смотрите, здесь, в синагоге, с пороком, понятно, что он переживает, да, ну, это горе для него, да. Он не может служить, может быть, если бы даже и хотел, да. К нему отношение иное. Порочное, проклятое. Может быть, даже с подозрением. А, может, какой-то грех у тебя таится, что тебя Бог исцелить не может. Может, у тебя грешочек там. Я думаю, что ему было очень тяжело. Если Господь нам даст каких-то людей, которые пьяные, ой, не пьяные, пьющие, ну, какие-нибудь, да, бичи, какие-нибудь больные. Какой пример вот из этого Писания мы должны себе вынести? Этому человеку как должно быть у нас? Хорошо. Вот как Бог хороший, Бог же не гонит, не осуживает. Мы все вообще-то для Бога порочные, а Он нас их любит, да. И вот такому человеку не должно быть тесно у нас. Вот это будет, это будет отражение Бога в собрании. В данном собрании, которое здесь нам показано, в синагоге, где книжники и фарисеи, у кого этот закон весь, где священодействие идёт, всё знание у них, знание Бог, Бог с ними, там мы видим вот такое собрание, что на этом собрании они ищут как бы уловить одного человека, как бы его обвинить и уничтожить. Вот какой дух там был, да. И мы видим, что делает Иисус. Итак, второй стих. И наблюдали за ним, то есть они наблюдали за Иисусом, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его, чтобы обвинить Христа. Искали это, подозревали, были в единстве. Видите, наблюдали во множественном числе. Значит, они были в сговоре. У них было единодушие, да. Но единодушие было направлено против Христа. А Христос здесь как бы в одном лице, да, ну, видно, как бы как один, да, а их много. Что делает Иисус? Он не прячется, он за угол его не ведёт. Или он мог бы его просто мысленно даже исцелить, да? Нет. В этом мы можем себе взять урок. Здесь мы должны извлечь урок для себя. Почему он так сделал? Что, какую весть Господь нам несёт через вот эту главу? Какую весть? Какое послание? Почему вопрос? Почему он его поставил пред всеми? Он сделал не так, как представляли себе книжники и фарисеи, да? Их же все боялись. Их все боялись. А Иисус делает не так, как все. Наперекор. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. Он делает то, что удивило многих, ну, этих фарисеев, да? Как я повторю, их боялись все. А Иисус делает смело, наперекор, получается, им. И не для того, чтобы им наперекор, ну, чтобы им сделать, ну, что-то, а для того, чтобы обличить. Чтобы тайное стало явным. Чтобы вот это тайное, что в них, внутри, в сердцах, Бог же видел, чтобы вот это тайное стало видно всем. Точно так же Бог позволил сатане. Он увидел в нем, когда он еще был Люцифером, да? Он увидел в нем внутри грех. Бог увидел. Сатана потихоньку стал отдаляться. Он не мог уже быть в присутствии Божьем. И так далее. Бог видел в нем грех, но он позволил, чтобы этот грех раскрылся, чтобы все его увидели, какой он есть на самом деле. Грех. И сатана. Поэтому мы здесь находимся вот в этой великой борьбе, где идет сражение между Богом и сатаной. Бог мог сатану уничтожить. Но прекрасный Божий характер нам открывается в том, что сатана еще до сих пор живой. А Бог долго терпит. Написано, что чаша у Бога, чаша гнева, и здесь чаша беззакония. И вот когда чаша беззакония уже наполнится, когда уже грех раскроется здесь на земле вовсю, а когда это будет? Когда будет Антихрист, когда будут времена скорби, когда будет гонение, убивать и так далее. Вот он, грех раскроется, и каждый сделает выбор. Вот что важно Богу. Тот, кто сделает выбор на земле, копозная Бога, выберет его по любви, не по страху, не по наказанию или еще что-то. Вы знаете, нам даже не нужно бояться наказания, потому что Бог настолько милостливый. Вечного ада нет. Человек здесь помучается, ну вот от своих грехов, а вечно он мучиться не будет. Он, конечно, помучается еще и тогда, когда он чашу за свои грехи будет сам пить. Потому что верующий в Иисуса Христа, он верует, что чашу гнева за его грехи выпил Христос. А если кто не принимает Христа, тот эту чашу будет пить сам. То есть вина, осуждение будет. Но этот человек не будет вечно мучиться. Вот такой милостливый Бог. Итак, здесь Иисус ставит этого человека с пороком посередине синагоги, чтобы видели все. Это не тайное. Господь все делал явно. Он не таился и не прятался. Поэтому сказал, чтобы встал на середину. И чтобы все тайные мысли, вот эти тайное зло, чтобы было во свете. Чтобы это было открыто всем людям. А уже люди выбирают, да? Вот это и есть великая борьба. Раскрыть зло, открыться Богу и дать выбор человеку. Кого он выбирает? И он говорит, Писание нам говорит, это несравненно лучше выбрать Бога. Ну просто сравнения нет. Жизнь с Богом вечности, в его царстве. Представьте иметь такого царя, который за тебя жизнь отдал. Который тебя так любит. Это даже, это вообще очень скудно сказано еще. Что Христос оставил свое царство, пришел на вот эту крошечную землю, где мы вообще меньше пылинки. И он стал этой пылинкой. И вообще это уму непостижимо. Бог стал человеком. И причем Отец нам его отдал навсегда. Он навсегда человек. Он и Бог, и человек. Он ограничил себя навсегда ради нас. Он стал человеком. Он и Бог, он и человек. Но здесь, на земле, он жил только как человек. А сила в нем была, это сила Отца. И он говорит, я ничего не делаю, чего не увижу, что делает Отец. То есть, что Отец хочет, то я и делаю. Он желание Отца знает. Он имеет с ним общение. Это нам пример. Так же и мы не своей силой должны делать, а Христовой. Не на себя уповать, а на Христа. Вот такой пример нам показал Иисус. И вот такой любящий Бог, царь, предлагает нам свое царство. Там, где царство любви. И причем Он еще что дарует нам? Это вообще. Он нам еще дарует свое царство. Царствовать с Ним. Вы представляете? Царствовать с Ним. Он предлагает нам с Ним царствовать. Но пока мы еще маленькие дети. Вот знаете, как, например, наследник царя, он же, когда ему пять лет, он же не может управлять, правильно, царством. Что нужно ему? Возрастать. Принимать навыки. Все изучать, правильно? Характер формировать, чтобы быть хорошим царем, так? И когда он уже возрастает, его ставят на царство. Хотя он уже наследник, так? Он уже царь. Например, отец умер, царь, да? Ну, я имею в виду в жизни, если взять, да? То маленький царь, он уже царь, но он не может царствовать. Такой нам пример в Писании описан. Поэтому Господь взращивает в нас царственное священство. А кто такое царственное священство? Которые отделились от этого мира. Выбрали Бога и отделились от этого мира. Потому что в этом мире сатана царствует. Он, князь мира сего написано. И что в мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть... Невозможно служить, написано, и Богу, и мамоне. То есть и с Богом быть, и в мире. Невозможно. Все равно будешь о чем-то больше заботиться, а о другом не родить. Вот так написано. Это невозможно. Никак не может быть два царя или два престола у тебя в сердце. У тебя либо престол сатаны, либо престол Бога. Другого нет. Если ты живешь по плоти, то у тебя там престол сатаны. А если духом умершляешь дела плотские, то это Христос. Вот эта борьба, она внутри нас. Вот та, что мы сейчас здесь описываем, она еще и внутри нас. Она на небе, то есть духовно, вокруг нас и внутри нас. И здесь мы в Марка 3 главе тоже видим эту великую борьбу. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. И им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. Он прямо им говорит. Почему они не могут ответить? Он им прямо говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать. Видите? Он четко им прям ясно их учит. Он показывает у вас, посмотрите, зло или добро внутри. Если вы хотите, если у вас добро внутри, то вы захотите этому человеку, чтобы было добро. А если у вас внутри зло, то вы не захотите, чтобы это произошло. Так? А еще и кто сделает добро, того убиваете. Он во свет их как бы мысли приводит. Он этим самым стучится им в сердце. Что у них еще есть. Есть еще, пока Христос ходит еще. Ну и потом тоже, пока не умрут они или пока не придет Христос, еще есть возможность покаяться. И вот так он стучится в сердце каждого человека. Именно в субботу. А он, он говорит, ну, должны дела делать-то в субботу. Добро или зло. То есть, они убиты, что он делает добро. В субботу не нарушал-то, а они нарушали. Он их обличал. Ой, интересно. Вы же, по сути-то, вы же зло делаете и грешите. Да, они же замыслили, хотели убить его. Поэтому мы здесь видим, что он, зная их мысли, делает такое дело, чтобы обличить их, чтобы они обратились от зла к добру, чтобы они сделали выбор. И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении, сердец их говорит тому человеку. Сейчас вот сначала первую часть стиха. и возрев на них с гневом. Я думаю, вот этот гнев, это такой гнев, ну, как бы отцовский такой, что вы не только сами себя губите, но и сколько же вы народа за собой тянете. Это гнев, вот что и больше даже, наверное, гнев там, ну, вот на сатану, да, что он, сатана, захватил ихние умы, народа Божьего умы захватил. И вот этот гнев у него, и причем, смотрите, с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. То есть он гневается и в тот же момент он скорбит, он и скорбит, он гневается и скорбит. Скорбит, это, ну, печалится, что он их теряет, что он за них пришел умереть, а они его не принимают. Отец их теряет, что они выбирают участь сатаны. Хотя, насколько же больше добра приготовил им Бог. Вот смотрите, вроде так просто поверить в Иисуса Христа, а оказывается, когда у тебя злое сердце, тяжело. Так же, как и одержимому, тяжело сказать Иисус Господь. Вот между прочим, когда человек в гневе сильном, даже христианин, скажи ему, скажи, Иисус Господь, что он этот скажет? Да отстань ты от меня. В этот момент он ведь не скажет. Вот такие мысли у меня сейчас пришли. Это в лучшем случае, да. А в худшем не сможет, потому что во гневе весь. Итак, возрев на них с гневом, то есть он прям посмотрел на них, с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, то есть это вот жестокость сердца, что мы можем здесь увидеть? Что значит ожесточенное сердце? Это те люди, которые соблюдают субботу, закон, а сердце их жестокое. В чем? То, что для них душа человеческая вообще не важна. Так? То, что они замышляют в сговоре осознанно, подозревают и замышляют Иисуса Христа. Ну, зло, да? Зло сделать Иисусу, уничтожить его. Вот здесь вот возрев на них с гневом, то есть он на них гневался и скорбя об ожесточении сердец. Он скорбил об ожесточении сердец. Вот скорбь его была. Что жестокое сердце это то, что убивает Бога Иисуса. То же самое и сейчас. Жестокое сердце, которое подозревает что-то против кого-то, да? Религиозный вот это вот в субботу там, за субботу там или за Бога кого-то там побить, убить, наругать, изгнать или еще что-нибудь, да? Типа за Бога, за истину, да? Это ожесточенные сердца. И Господь скорбит. Смотрите, его сердце здесь видно. Сердце Бога. Он скорбит от таких. Вот это слово скорбит, оно к чему применяется? Горе какое-то. Кто-то умер, кто-то умер, и человек скорбит не один день, да? А может быть, даже не один год скорбит. Это скорбь его, боль его, скорбь его. Вот боль и скорбь вот у Иисуса. Он проходит эти скорби. И Бог Отец, да, в нем. Потому что, видевшие Иисуса, написано, видели Отца. Вот Бога никто не видит. Но когда мы видим Иисуса, мы видим Отца. Поэтому в Писании мы Иисуса разглядываем, и тем самым мы понимаем, кто такой Бог. И Он говорит ему, тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Она же иссохшая. Как протянуть руку? Да, Он поверил. Он поверил и получил свое чудо. Он поверил, что сказал ему Бог, протяни. А Он не мог ее двигать. Да, поверил. А когда ты поверил и сделал то, что Он сказал, ты и есть послушался. Поэтому мы должны слово как изучать. Вот сейчас мы изучаем это слово. Мы его, мы поверили в него, а потом что делаем? Сохранить его, да? Хранить, помнить. Если мы храним и помним, то силою Божьей мы его и исполним. И так он протянул, он послушался. Он услышал, поверил, протянул. Ну, представьте, каково ему было. Пред всем собранием. Это тебе не наедине. Пред всем собранием нужно было сделать, какие ему там сатана мысли посылал, да? Пред всеми опозориться, показать свою руку, да? Ну, знали все, но он же ее все равно, ну, как бы, да. А так нужно было показать вот это, ну, как бы обнажиться пред всеми, да? А что мы еще можем из этого для себя взять? Духовный урок какой? Порог с рукой был. Рука, что она означает? Нет. Делать. Дела. Вот я верю, что наша церковь, у нее рука иссохшая. Наше собрание. Мы делаем какие-то дела? У нас сухая рука. Помните, мы разбирали про дары в прошлый раз? Дары Духа Святого. Там же тоже написано, кто-то рука, кто-то ухо, кто-то уста. Так вот, вроде как уста есть, глаза вроде есть, уши тоже есть, а руки-то нету у нас на собрании. Это все равно, что иссохшая рука. А что Господь говорит? Встань посередине, протяни руку твою, то есть делай по вере, да? Делай по вере, делай по вере, да? И стала рука его здорова, как и другая. Господь исцелит церковь, так? Ну, собрание, да? То есть делай, протяни, протяни, начни делать, да? Я говорю про наше собрание, я просто не могу сказать про другое, да? Но у нас этого тоже не хватает, правильно? Руки, этого дара, да? Дальше. И он протянул, и стала рука его здорова, как и другая. Значит, две руки, правая и левая, да? Значит, одна здоровая, а другая была больная. Значит, не в полноте дела Божьи делались, а Господь хочет исцелить. Он хочет, чтобы тело Христово было вполне здоровое, да? Без пятна и порока. Помните, как написано? В пришествии Господа Иисуса Христа. И он соделает это. И он соделает это. Нам нужно верить. Он это соделает, хранить это, что он это соделает в нас, что мы будем без пятна и порока. Как лично, так и как церковь. Ну, как собрание, да? Дальше. Что нам дальше, говорит Писание? Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Иродианами совещание против него, как бы погубить его. То есть, с посланниками Ирода, да? Фарисеи, выйдя, то есть, они вышли, вышли. Мне вспоминается, в Писании написано, кто вышли из среды нас, значит, они не были наши. Видите, здесь тоже вот и ключевые вот эти слова, на них нужно обращать внимание. У нас очень хороший перевод синодальный. У нас много очень ключевых слов. И причем они, выйдя, немедленно составили совещание против него. Немедленно. Представляете, у них какой там ненависть какая была. Прям немедленно. То есть, у них не было покаяния вообще. Они, видя, не видели и слыша, не слышали. Сам Христос перед ними стоял и говорил. И обличение они получали. Потому что силой Духа Святого говорил Иисус. А противление, жестокое сердце, закрывало их не уши и закрывало их не глаза. Так вот, смотрите, Ладыкийская церковь, послание. То какое у нее сердце? Ожесточенное получается, раз она не видит и не слышит. Итак, они составили с иродианами совещание против него. Как бы погубить его? То есть, то у них были мысли, подозрения, а теперь уже уста ихние, уже в сговоре, осознанно решили его погубить. Вот ихний выбор. Посмотрите, другого выбора нет. Либо на стороне Бога, либо на стороне сатаны-убийцы. Вот так же и у нас. У нас нету посередине. Либо мы с Богом, либо мы с сатаной. Хотя нам кажется, что я не с сатаной, нет, нет. Но Писание так говорит. Если ты не с Богом, то ты с сатаной. Третьего не дано. Вот так Бог соделал. И кто ему может возразить в этом, да? А в конце концов нам откроется всем, что это великая его мудрость и любовь. Это его справедливость и милость. И милость, и справедливость. И справедливый суд у него. Он каждому дает шанс. И причем долгое время. Бог долго терпит. Представьте, сколько у нас дней в жизни. И каждый день Он стучится к нам в сердце. Это только Бог может так. Каждому стучаться в сердце. Это только Божья способность так, да? Каждому лично. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилеи и Иудеи, Иерусалима, и Думеи, и Изо и Ордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так, что имевшие язвы бросали к нему, бросались к нему, чтобы коснуться его. Давайте еще тут рассмотрим исцеление, да? Ибо многих он исцелил, так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. Скажите мне, какой прообраз для нас язвы? Ну вот у нас сейчас физически нету язв. А какой это еще для нас прообраз язвы? Грех. Грехи. Грехи изъя... Как он был? Изъязвлен был за грехи наши. То есть Иисус был... Ему... Ну, его порвали тело, можно сказать, на мелкие кусочки. У него были вот эти вот раны, язвы, да? То есть наши грехи пали на него, на этого агнца непорочного. Мой грех его распял. Вот мы должны каждый видеть себя. Я его распял. И распинаю ли я его каждый день? Это то же самое, что мы стоим сейчас, смотрим на Христа распятого, и кто ему вбивает камень? Это гвоздь. Наш грех. А если мы еще и в собрании, и такие, ну, и не каемся, то у нас вообще жестокое сердце. Это вообще опасное состояние. Не иметь покаяния. Это сердце ожесточенное. К чему приведет сердце ожесточенное? К убийству Христа. Но Христос сейчас на небе. Как мы можем убить Христа сейчас? Убить человека, в котором Христос. Того человека, который верный Христу, который имеет его образ. И вот эти имевшие язвы, то есть, взять прообраз грехов, бросались к нему, чтобы коснуться его. Это та же, как и женщина, страдавшая кровотечением. Она тоже в сердце своем говорила, только бы прикоснуться мне к нему. Вот вера, вот она хранила это. Только бы прикоснуться. И они бросались, чтобы коснуться его. Скажите, как мы можем прикоснуться к Господу? Как нам броситься, чтобы прикоснуться к Господу? Да, да, верою, знать, что Он ждет нас, Он зовет нас, Он влечет нас. Как влечет? Любовью. Любовью. Вот Агнец, который умер за грехи твои. Вот Агнец Христос, помазанник Божий, Сын Божий, который умер за грехи твои. Вот исцеление. Исцеление в нем, что Он говорит. Прощаются грехи тебе по вере твоей. Иди и впредь не греши. Вот Он что говорит. Потому что опять эти язвы, они будут мучить. Грех этот будет мучить. И отдалять от Бога. И распинать Бога в себе. Итак, они бросались, чтобы коснуться. То есть они бросались к Нему. Ни куда-то, ни к кому-то, ни к какому-то человеку. Они бросались к Нему, к Иисусу, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, то есть Иисуса, падали пред Ним и кричали «Ты Сын Божий!» Духи нечистые падали и говорили «Ты Сын Божий!» Иисус не говорил о себе, что Он Сын Божий. Он говорил, я сын человеческий. О нем говорили кто? Бесы. И они кричали, ты сын Божий. Тут можно, знаете, как сказать, со страхом и ужасом. Он для них был ужасом. А для нас Христос не ужас, вы понимаете? Хотя мы, по сути, хуже, чем бесы иногда. Даже сам сатана может действовать через нас. Бесы-то, по крайней мере, они знают, что они злые. А человек будет о себе думать, что он хорош. А, да, по откровению, по откровению отца. Когда, да, точно, после, помните, уже после, откровение получил Петр от отца. И что ему Иисус сказал? Тебе открыто не плотью, да, а сам отец открыл тебе. Не плоть и кровь открыла тебе, а сам отец. Поэтому вот это откровение, что сын Божий человек получает, это откровение от самого отца. А бесы, какое они откровение? Они и так знают, что он сын Божий. Они и так знают, что сын Божий, какое им откровение. А мы, не видя, получаем откровение, как будто мы видим. Вот я, например, не вижу его вот так, Бога, но я его вижу. Я не могу сказать, что я не вижу Бога. Я его вижу, я его вижу. Я знаю, какой он. Поэтому я всё больше и больше и больше хочу о нём знать. И так бесы кричали, что ты сын Божий. То есть они знали его. И они в ужасе. Для них сын Божий – это ужас. Вернее, не сын Божий ужас, а приводит их в ужас. Они сами ужас. Да, да, да. И вот это они переживают вот этот ужас. Это, ну, не уничтожал. Придёт время, когда они будут уничтожены. Сейчас ещё эта великая борьба идёт. Теперь она идёт на земле. И написано, Бог долго терпит, чтобы что? Многие спаслись. Бог хочет, чтобы многие спаслись. Поэтому он долго терпит. Вообще план Божий уже давно должен был исполниться. Ещё когда Павел говорил, помните, что не умрём. Ну, что некоторые из нас не умрут, но изменятся. Ну, он говорил о пришествии Христа скором. То есть они вот так вот скорое пришествие Христа верили. И представьте, каждое поколение верующих вот так вот верит, что вот-вот, вот-вот, вот. Но мы-то сейчас вообще видим всю картину, что вообще всё исполнилось. Осталось немного. Так вот, смотрите, бесы, написано, трепещут в ужасе пред Сыном Божьим. А люди, а что делают люди? Они его убить хотят. Вы понимаете, что делает неверие? Вы понимаете, что такое неверие в глазах неба? Это такая глупость! Это просто, ну, это безумие вообще. Безумец сказал в сердце своём, нет Бога. Бог называет безумного. Вообще без ума. Вообще ума нет у того, который, говорит, нет Бога. Бесы веруют. А бесы веруют и трепещут, да. Так вот, смотрите, бесы ужасаются в страхе, а люди, а люди давай сговариваться. Смотрите. А люди сговариваются, чтобы его убить. Вот страха вообще нет. Вот и посмотрите, что делает сатана. Ослепляет, написано, умы. Ослепляет умы. Слепой – это значит безумец. Глупый. Глупый. Хотя в глазах своих он может быть мудрым, начитанным, много знать. А в глазах Бога он глупый. Почему? Страха Божьего нет. Он живёт, как будто бы нету Бога. Да? Сам себе, с усам. Да? Читаем дальше. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, Ты – Сын Божий. Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Видите? Он, наоборот, им запрещал, чтобы его не делали известным. Чтобы ему дойти до конца. Ему нужно было дойти до креста. Чтобы его раньше времени не воцаряли. Потому что его хотели сделать царём на земле. Не понимали ученики. И вообще люди не понимали. Они видели эти чудеса и думали, вот он царь, вот он. И на земле царство хотели построить. Так же сейчас многие верующие. Динаминации. Многие динаминации ждут Христа, чтобы здесь было царство Божье тысячу лет. Здесь, на земле. В чём здесь ложь? Такая же ложь, как была у фарисеев, книжников и вообще в то время. И учеников даже поначалу. Пока не открыл им отец. Воцарить его здесь, на земле. И это нам описано в книге Откровения. Что придёт перед пришествием Иисуса Христа? Антихрист придёт. И его воцарят здесь, на земле. Те, кто ждут его и с ним тысячу лет хотят царствовать, они примут Антихриста вместо Бога. Помилуй Господь и сохрани. Потом взошёл на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Вот. Видите? Прежде говорили о нём Сын Божий, бесы. Но они говорили, потому что они знали, видели. А Пётр сказал, ну он и от лица учеников, да? Пётр сказал, ему было открыто самим отцом. Потому что человеку это невозможно познать, понять самому. И вот здесь он поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Для чего он поставил двенадцать? Чтобы посылать их на проповедь. Благовествовать. Помните, Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Вообще апостолу было тринадцать. Павел ещё тринадцать. Но это уже после, да? Итак, он поставил их, избрал двенадцать, чтобы проповедовать, посылать их на проповедь. И смотрите дальше. И чтобы они имели власть исцелять. Итак, когда у них власть будет? Когда они будут идти проповедовать. Когда они будут проповедовать, и будут исцеления дары. Когда рука исцелеет, тогда будут и дары исцеления. Понимаете? Оно не будет вот так. Сидишь просто, и такие у тебя дары исцеления. Так можно, но так тоже дары непреложные. Он может быть такой дар быть. Но, знаете, если неверно сосуд поступает, то есть человек, то эти дары могут быть использованы, быть сатаной. И в последнее время очень много таких даров будет использовать сатана. Потому что написано, что в последнее время будут ложные чудеса и знамения. И чтобы они имели власть, то есть ученики, исцелять от болезней и изгонять бесов. Когда? Когда проповедуют. Вот это мы должны увидеть. Когда проповедуют. А кто проповедует? Кого он избрал проповедовать? И поставил... Для славы Божьей. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваннергес, то есть сыны Громовы. Вот уже мне интересно. Сыны Громовы. Сыны Громовы. Вообще гром... Мы вот вчера даже разбирали, да? Это голос, это весть. Это голос Бога. Сыны, сыны вести. Сыны вести. Сыны Слова Божьего. Да? Вот так интересно. А еще можно так увидеть, что сыны Громовы, то есть они очень такие эмоциональные. Тоже можно в этом увидеть. Дальше. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонита, Иуду Искариотского, который и предал его. На этом все. Ну какой мы вывод сделаем? Как мы назовем нашу проповедь? Ну вывод вот по последним стихам, что Господь поименно выбирает, ну вот имена мы видим, да? Выбрал себе 12. И вот ихние имена нам даны. И нам нужно знать, кстати, апостолов всех. И историю их. Хорошо бы знать, да? Потому что в этом тоже весть для нас. Итак, как мы можем назвать сегодня нашу проповедь? Ну мы про исцеление же там говорили. Матфей, как назовем проповедь? Ну как вы? Так, Господь целитель наш по вере вашей. Еще про исцеление. А ну потом еще и про исцеление других больных. Во время проповеди. Да. Вот. И то, что субботний день там, да? Служение Иисуса. Какой Иисус здесь? Если мы все вот это вот тайны, а да, мысли, ну то есть, да, вот это тайное явным становится, да? Кстати, это тоже. Вот, кстати, вот это и хочется, да, немножко, чтобы вот в этом, в названии было. То есть Иисус исцеляющий. Ну это понятно. Но вот раскрыть. Потому что вот действительно ведь ключевой вот здесь вот вначале-то что? Что он вот это тайные мысли ихние, да? Он как бы во свет и дает этим самым, как бы им возможность покаяться. То есть он во свет ихние мысли. Ну то есть это исцеление. Вот как вот назвать, что он наш целитель, что вот именно вот тайные даже наши. Иисус исцеляет тело и душу. Вот видите, что он сделает нас без пятна и порока в пришествии своем. И дух, и душа, и тело без пятна и порока в пришествии его. И он сделает это. Иисус исцеляет, чтобы быть без пятна и порока. Все тайное становится явным в его присутствии. Поэтому Иисус исцеляет и дух, и душу, и тело. Вот так можно, да, назвать? Слава Господу. Дорогой Господь, благодарим Тебя за Слово Твое. Оно живо и действенно, Господь. Даруй нам благодать, веру и принять это семя, Слово Твоего. И пролезь на нас дождем Духа Святого, чтобы это Слово в нас проросло и дало плод. Во славу Твою. Благодарим Тебя, Господь. Да прославится Твое драгоценное имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слово Твоего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok